Популярный во всём мире сыр для бутерброда. Теперь его качество проверяют не на вкус, а на горючесть. Что это? Очередная подделка? Пластиковая еда или сбой в технологии производства? Сыр плавится и горит, словно бумага. А это вообще нормально? В этом выпуске самой полезной программы мы ответим не только на этот вопрос. Что мы едим под видом сыра? Да, бутерброд с сыром, сыр в макаронах, пицца, сырные шарики и косички, сырники. И самое главное, мы научим, как в обычном магазине купить настоящий сыр. 70% сыров в России фальсификат. Не то, чтобы они опасны. Просто подделка. Сырные продукты очень похожи по консистенции и цвету, но совсем другие по составу. Хотя к столу лучше уж подать суррогат, чем домашний сыр, купленный с рук, кусочек которого может убить. Я Владимир Щеглов. Вы смотрите самую полезную программу. И в ближайший час вы узнаете, как выбрать качественный сыр в магазине за приемлемые деньги. Когда сыр спасает, а когда убивает. С чем сочетать любимый продукт? И насколько опасны бутерброды с сыром, пицца и романтический дуэт сыр и вино. Сегодня в программе. Какие сыры нельзя брать у фермера, а какие в магазине? Самая полезная программа провела экспертизу. Я вам предлагаю взять обычное кухонное полотенце. В таком виде сыр у вас сохранится неделю. Как сыр избавляет от простуды, бессонницы и головной боли? Когда сыр лечит, когда калечит, а когда помогает худеть? Сочетание яйцо, сыр, молоко идеальное. Я худею, не портя при этом волосы, не портя при этом лицо и не теряя свои драгоценные зубы. Как сочетать сыр с другими продуктами, чтобы не заболеть и не поправиться? Мы нашли аргументы в защиту бутербродов с сыром, макарон и даже пиццы. Не пропустите! Одни продукты толстят, другие вызывают зависимость. И только сыр одновременно провоцирует лишний вес и привыкание. Так пишет о сыре в своей новой книге «Сырная ловушка. Физиотерапевт Нил Барнард». За этой сырной зависимостью стоит огромная индустрия, которая лоббирует мощнейшую отрасль агропромышленного комплекса – молочное производство. Сыр продвигают даже несмотря на все риски для здоровья. Сыр может убить. В это очень сложно поверить. Мы же каждое утро кладем кусочек сыра на бутерброд, добавляем его в макароны, рыбу, мясо. Но опасность подстерегает там, где меньше всего ожидаешь – в деревне. Все больше людей покупают фермерские сыры, лишь бы не брать отраву в супермаркетах. Нам кажется, что только так можно получить свежий, качественный и вкусный продукт. И за это мы готовы переплачивать. Самый дорогой сыр – овечий, от испанского сыровара Иисуса Ансолы Хуаристи, стоимостью 12 600 евро за килограмм. Некоторые продукты вообще нельзя есть в свежем виде, поэтому их обязательно консервируют или пастеризуют. Например, парное молоко содержит опасные бактерии бруцеллы. Эта палочка живет в тканях животного и человека. В домашнем сыре может скрываться бруцеллез. Это также опасно, как известный всем ботулизм, который прячется под крышками банок с домашними соленьями. Симптомы у бруцеллеза, как у ОРВИ, поэтому врачи не сразу могут поставить точный диагноз. Так легко проморгать менингит, токсический шок, бесплодие, инвалидность. Касается это, однако, не всех видов сыра, а только тех, что варят из свежего молока. Немецкий сыр Дорблю, французские Рокфор и Бри, Камамбер и Горгонзола. Словом, элитная сорта. Поэтому дважды подумайте, прежде чем покупать мягкие сыры из непастеризованного молока. Кстати, сыр Бри нельзя закупать впрок. У этого вида сыра ограниченный срок хранения – 84 дня, 4 часа и 21 минуту. Дальше сыр становится ядовитым. Плесень из благородной белой превращается в самую обыкновенную черную или зеленую. В России сыры из парного молока продавать запрещено. Промышленные продукты поэтому не содержат бруцеллез. Точно так же, как и соленья, не содержат бутулизм. И это хорошая новость. Однако плохая новость в том, что найти на прилавках качественный, вкусный и недорогой сыр сложно. Что ни кусочек, то подделка. Сырный продукт. По сути, сырный продукт представляет своего пустышку, да, со вкусом сыра, с некими свойствами сыра, но никаких полезных свойств натурального сыра он себе не несет. Технолог Дмитрий Быстров показывает, что отличает сыр от суррогата. Внешне никакой разницы. Весь секрет в составе. Слева – натуральный сыр. Для его производства нужно всего 4 ингредиента. Много молока, сырная закваска, сычужный фермент и хлористый кальций. Справа – сырный суррогат. Сухое молоко. Растительные жиры, которые указаны на упаковке, представляют чаще всего это пальмовое масло. Всевозможные загустители, каррагинаны. Красители для придания желтого цвета натурального сыра. Ароматизаторы. Также тоже используют хлористый кальций. Ну и, конечно же, вода. Ингредиентов может быть значительно больше, но стоят они в разы дешевле. В среднем себестоимость сырного продукта на 30% ниже. А цена на полки у них ничуть не меньше. Сыр, изготовленный на пальмовом масле, обходится ресторатором в среднем в 250 рублей за килограмм. В то время, как при производстве такого же количества натурального сыра, этой суммой можно покрыть лишь расходы на цельное молоко. К тому же лежат все сыры на полках в перемешку. Но этим летом все изменится. По новому регламенту все суррогаты начнут подписывать молокосодержащий продукт с заменителем молочного жира. Безусловно, такие продукты необходимо маркировать. Это не значит, что они вредны, или это не значит, что это что-то плохое. Просто нужно ставить адекватный ценник и на этикетку выносить адекватную маркировку. На самом деле в пальмовом масле нет ничего плохого. В той же Малайзии и Индонезии именно пальма увеличивает продолжительность жизни. Другое дело – производство пальмового масла. Знаете ли вы, как его получают? Чьими руками добывает продукт, ставший основой для огромного количества товаров? Мороженое, зубная паста, косметика, супы, шоколад, шампуни и моющие средства. Все эти продукты, которые вы едите и которые используете каждый день дома, появились на свет благодаря эксплуатации. Рабскому труду восьмилетних детей в Индонезии. Вот эти плантации масличных пальм. Женщины здесь работают за 2,5 доллара в день, хотя часто им вовсе не платят. А дети пропускают из-за этой работы школу. Все это удалось обнаружить специалистам Amnesty International – организации, защищающей права человека по всему миру. Ты каждый день помогаешь отцу по работе? Да, я собираю на плантациях пальмовые шишки. Я запретил ходить старшему в школу, потому что сам не справляюсь с работой. Он мне нужен. Без его помощи мне не сдать плант. Эксперты утверждают, все это звенья большого корпоративного заговора. Против пальмы играют производители цельного молока. А поставщики пальмового масла раздувают скандал про вред самого молока. Обыкновенная война лоббистов. А страдает, как всегда, рядовой потребитель. Ситуация меняется постоянно. Сейчас может оказаться, что благодаря тому, что сделан сырный продукт из сухого беззиренного молока, мы в продукте конечном имеем меньшее количество тех же самых антибиотиков. Как антибиотики попадают в молоко? Наглядно это объяснила компания, производящая тесты. Эта дама несчастна. Доза антибиотиков сотворить с ней чудо. Как проверить, остались ли в молоке антибиотики? Возьмите ампулу с тестом. Добавьте в нее молоко. Установите в инкубатор и подождите 3 часа. И да, оно чистое от антибиотиков. Сыр из такого молока не будет содержать антибиотики. Но Роспотребнадзор регулярно находит их. Все потому, что молоко в России мало кто проверяет. Чтобы забраковать молоко, самое первое проверяется микробиологический показатель. Соответственно, тест на антибиотики. Каждая партия поступающего молока контролируется на данное несоответствие. Если это несоответствие будет выявлено, то молоко отправляется, соответственно, поставщику. Также, если будут несоответствовать, хоть из-за один показатель органолептики, физхимии или микробиологии, данное молоко, если это молоко ниже высшего и первого сорта, отправляется поставщику. Оно является несыропригодным. На этом предприятии проверяется 160 тонн молока в день. Его везут из Мордовии, Татарстана, Владимирской области. Почти треть молока от собственных коров. И это для производителей сыра самый надежный вариант. Единственное, что приходится покупать за рубежом, это заквасочные культуры. От их комбинации и зависит вкус сыра. Это технологическая тайна для того, чтобы наш сур был индивидуален, и никто не мог его повторить. Секретность рецепта отражается на упаковке сыра в виде букв ТУ – технические условия. Часто это отпугивает покупателей. Но надо понимать, что ГОСТы существуют не более чем на 10 видов сыра. Среди них популярны российский, голландский, костронской. А если вы хотите попробовать наши пармезан или сыр с плесенью, то не ищите слово ГОСТ на упаковке. Производители фантазируют с рецептурами, создавая технические условия. Это как раз помогает отрасли развиваться. Наши сыры все производятся по ТУ. Но по своему составу и по используемым ингредиентам, по гонолептике, наши сыры не уступают ГОСТовскому. Отличие только в том, что ГОСТ разрабатывают российские исследовательские государственные институты или учреждения, а ТУ разрабатываем мы сами. В ГОСТе используются четкие названия, например, голландский сыр, костромской. А в ТУ мы придумываем свои фантазийные названия. Вот отличие ГОСТа и ТУ. Впрочем, бездумно доверять слову ГОСТ на упаковке не стоит. Лучше научиться читать этикетки и понимать состав продукта. Видите фразу «заменитель молочного жира»? Значит, перед вами ненатуральный сыр. Меня пугает наличие и консервантов, и антиокислителей, и ароматизаторов, и красителей, и заквасок мизофильных термофильных молочнокислых микроорганизмов, молокосвертывающих ферментов препарата, использование очищенных заквасок, и нитрат натрия. Вы знаете, вот вся химическая таблица Менделева, по-моему, присутствует в этом продукте, и его даже страшновато есть. Я бы не рискнула. Выбирая сыр, обратите внимание на его цвет. Ярко-оранжевый неестественный. Он указывает на красители в составе. Натуральный сыр светло-желтых оттенков, в зависимости от молока. Однако, если в одном куске сыра сразу несколько цветов, это должно настораживать. Смотрите, вот мне не нравится, что вот край сыра светлый, прям полоска в сантиметр, а середина сыра почему-то желтее. Либо это говорит о нарушении технологии изготовления сыра, либо говорит о том, что его просто-напросто не выдержали, либо это красители. Судя по обветренным краям, микробы и вредные организмы уже поселились в этом куске, и его не стоит покупать, даже если это натуральный сыр, а не сырный продукт. Да, сыром, как и любым белковым продуктом, можно отравиться, если он долго стоит в тёплом помещении и просто уже испортится. На нём, на поверхности сыра размножается большое количество микробов, что может привести к пищевому отравлению. Обращать внимание нужно и на восковую плёнку, которая не даёт сыру засохнуть. Без неё продукт лучше не брать. Надёжнее всего сыр в заводской упаковке. Если большой кусок вам не нужен, то можно взять нарезку, опять-таки упакованную на производстве, плотную, в которой предусмотрена газовая среда для защиты продукта от порчи. Я не сторонница нарезки, которая упакована в такую вот плёнку и сыр, который нарезан именно на ножах местного магазина. Я не уверена в том, что их часто промывают, что нет окисления жировых каких-то отложений на самом ноже, на слайсе, где это нарезается всё. Я не уверена в том, что и сыр-то достаточно свежий. Из старого и даже просроченного сыра недобросовестные продавцы делают нарезки или вот такие брусочки, которые нам так удобно покупать. На этикетке указание на вес, цену и ни слова о сроке годности. Сегодня расфасован в 12 часов дня. Я думаю, что этот сыр свежий. Но сняв оболочку, маркировку продукта, теряется вся информация. Поэтому здесь нет никаких гарантий, ни качества. Абсолютно не срока реализации. Поэтому не ленитесь, подходите к продавцам и просите на ваших глазах отрезать от большой головки нужный вам кусок сыра. И обязательно уточните свежесть производителя и состав. У нас, к сожалению, под видом всяких акций или просто вот перефасованного, уже нарезанного сыра легко потеряться, потому что нету фирменной упаковки, а многие торговые сети клеят самоклеящую свою этикетку, на которой зачастую вообще и состав-то невозможно разглядеть, потому что он написан мелким смазанным шерифтом. Еще одна уловка продавцов – отрезать от куска сыра высохшие или заплесневелые края, смазать бока растительным маслом для блеска или отдать плохой сыр в кулинарный отдел супермаркета, где из него приготовят пиццу, хачапури, салат или бутерброды. Вот эти мягкие сыры с плесенью тоже могут быть опасны, потому что сроки реализации их очень ограничены, и их нужно выдерживать, обращать на это внимание, потому что передержка этого сыра по срокам может привести к отравлениям и, конечно, к побочным явлениям в кишечно-желудочном тракте. Понять, какая жирность у сыра, очень просто. Пусть вас не сбивает с толку приписка на этикетке в сухом веществе. Забудьте о цифрах. 45%, 50%. Вместо этого найдите пищевую ценность продукта. Количество жира в 100 граммах. Вот на этой пачке 23 грамма жира. Такая у него и жирность – 23%. В любом случае сыр – это достаточно жирный продукт. Поэтому жирность 20% – это, в общем-то, далеко не легкий продукт по калорийности. Поэтому если вы сидите на какой-то диете или следите за здоровым образом питания, наверное, это не лучший вариант облегченной еды. И не стоит делать ставку на сыры легкого такого вот содержания. Но даже если вы не проявили внимательность в магазине, качество купленного сыра можно проверить дома. Достаточно отрезать ломтик сыра и оставить его на пару часов при комнатной температуре на тарелке. И через пару часов, если на поверхности сыра будут образовываться прозрачные капельки, то это значит, что перед вами сырный продукт, в котором находится пальмовое масло, и от него, конечно, лучше отказаться и больше его не приобретать. Храните сыр в пергаментной бумаге для запекания, а рядом пару кусочков сахара, чтобы они впитали влагу. А если хотите еще и защитить сыр от ненужных запахов, то оберните сверху полиэтиленовым пакетом. Если у вас все-таки нет пергаментной бумаги, ничего страшного. Я вам предлагаю взять обычное кухонное полотенце. Да, это может быть и вафельное полотенце, и льняное полотенце, или вот такая универсальная кухонная салфетка. Не забудьте обязательно ткань смочить в соленой воде. Именно она удерживает влагу. Таким образом сыр дольше становится свеженьким. Все в таком виде. Сыр у вас сохранится неделю. И не беспокойтесь. Тоже в холодильнике. Сыр помогает от простуды. В рекомендациях Роспотребнадзора он указан в качестве профилактического средства. Боитесь гриппа и ОРВИ? Ешьте сыр! Сыр стимулирует, активирует наш иммунитет. Это совершенно точно. Поэтому даже 150 грамм в день небольшого кусочка достаточно для хорошего стойкого иммунитета. Это нужно взять за правило. Но не всякий сыр подойдет для лечения. Иммунитет укрепляет твердый сыр, источник кальция, а также витаминов группы А, В. Мягкий сыр рекомендуют при заболеваниях горла, носа и ушей. На таких специализируются лор-врачи. Сыры при лор-заболеваниях, они легко усваиваются. Нет явлений метеоризма, когда живот бурлит, бурчит. И, конечно, и с точки зрения гастроэнтеролога, и с точки зрения лор-врача, сыр – безусловно, полезное соединение. А вот ученые из Дании утверждают, что сыр помогает худеть. Да-да, продукт, который, как известно, полнит, может помочь в сжигании жиров. И это вовсе не парадокс. В 2015 году исследователи доказали, что сыр повышает уровень масляной кислоты в организме. Он ускоряет обмен веществ, а это очень помогает сжигать лишние килограммы. Два килограмма шпината, 100 граммов кунжута и литр молока вы должны съедать и выпивать каждый день. Если, конечно, хотите похудеть. В этом наборе содержится суточная доза кальция, которая, по данным американских исследователей, помогает расщеплять жир. Но вместо этого вы можете съедать каждый день 150 граммов сыра. Эффект будет тот же самый. Как свидетельствуют данные уже другого научного исследования японских ученых, сыр помогает не только худеть, но он еще и препятствует накоплению жира в печени. А это значит, что сыр предохраняет от гепатита, цирроза и даже рака. К выводам японцев присоединились китайцы из университета Суджоу. По их мнению, употребление 40 граммов сыра в день уменьшает риск сердечно-сосудистых заболеваний на 14%, а инсульта – на 10%. Сыр повышает уровень хорошего холестерина и уменьшает количество плохого. Кроме того, он содержит вещества, которые предотвращают засорение артерий. Ирина – начинающая певица. За три месяца она сбросила 18 килограммов. И, как утверждает, все благодаря сыру. До этого девушка перепробовала сотни диет – и гречневую, и падюкану. Но именно сырная оказалась самой эффективной, дешевой и вкусной. Мой завтрак состоял из кусочка сыра и двух кружочков огурца. На обед же я добавляла кружочек помидора. Все это было без соли, потому что сыр и так в себе имеет какой-то процент соли. И на ужин я могла позволить себе только кусочек сыра уже без огурчиков, без помидорчиков. И, конечно же, я выпивала стакан чистой воды. Пресная моцарелла – обезжиренный, твердый, брынза, сулугуни, вымоченный в воде. И все это в небольших дозах. Ирина не чувствовала себя голодной. А если обедала или ужинала вне дома, то заказывала в кафе и ресторанах блюда с сыром. Я заметила, что килограммы, может быть, уходят не так быстро, потому что вода не сливается так прям моментально. Но зато это все происходит медленно и грамотно, и верно. Я худею, не портя при этом волосы, не портя при этом лицо и не теряя свои драгоценные зубы. В этом рационе диетологи не видят никакого парадокса. На сырной диете действительно можно похудеть, если не злоупотреблять. За счет большого количества овощей, и мы получаем чувство долгой сытости, как раз-таки за счет жира, который входит в состав сыра. И мы получаем, что очень важно, легко усвояемый белок, который тоже находится в сыре. Поэтому сыр и овощи – это идеальное диетическое сочетание. И многие мои пациенты на сыре и овощах устраивают себе разгрузочный день. В сырной диете, безусловно, великолепно считается содержание белка. На 100 граммов продукта больше белка, чем даже в мясе, в птице и рыбе. Но есть у сырной диеты и обратная сторона. С точки зрения врачей, такой рацион несбалансирован. Питаясь одним лишь сыром, человек худеет не за счет сжигания жировых отложений, а поедая мышцы. А любителей сыра с давних пор сопровождала подагра. Медики прошлого знали, что при большом количестве употребления сыра развивается подагра. И те, кто любили переедать, и это болезнь как раз Франции, Италии, Германии. То есть если мы кушаем до 100, 200, еще что-то, ну тогда здравствуй подагра. Кроме того, в сыре содержится гистамин, вещество, вызывающее аллергические реакции. Из-за соли, которая имеет свойство задерживать в организме жидкость, сыр запрещает людям с повышенным давлением и болезнями почек. Ну и у людей с непереносимостью лактозы тоже с сыром не вяжется. Если он будет есть большое количество сыра, то может провоцировать плоть сахарный диабет, гипертонию, и другие аутоиммунные процессы, даже ревматоидный артрит. Но к этому надо иметь проразпорожность. Чтобы избежать всех этих негативных последствий, на вашей тарелке должны быть и мясо, и рыба, ну и сыр, конечно же. Любой диетолог скажет, что да, включайте сыры в диету, но это должен быть не целый день, да, то есть человек не должен в каждый прием пищи употреблять сыр, да, а компоновать его вместе с нежирными сортами мяса и рыбы, тогда будет идеальный прием пищи. Никогда и ни при каких условиях не кладите в свою тарелку жиры и углеводы. Те же макароны по-флотски с сыром. Этот продукт, если так можно сказать, провоцирует рак, потому что сочетание жиров и углеводов – это самое бессмысленное сочетание, которое нагружает поджелудочную железу и способствует возникновению онкологических опухолей именно желудочно-кишечного тракта. Вместо этого приготовьте итальянский вариант пасты с сыром. И в этом нет никакого противоречия. Как мы уже говорили, жиры и углеводы смешивать нельзя, но если вы приготовите макароны аль денте, то есть чуть жестковатые из твердых сортов пшеницы, то углеводы будут медленными. Все равно, что вы будете есть гречку. Готовьте макароны так, чтобы они хрустели. Если производитель указал на упаковке, что макароны следует варить более 15 минут, значит, тогда действительно это и есть твердые сорта, которые содержат в своем составе пищевые волокна, которые необходимы для нашего пищеварения, содержат в своем составе витамины группы В, которые являются водорастворимыми и должны поступать с пищей ежедневно. Макароны с сыром мы отвоевали. Теперь оправдаем и бутерброд с сыром. Диетологи считают его действительно полезным завтраком. Если съесть хороший бутерброд на завтрак, где много хлеба, много сыра, много масла, то вместо бодрости через 15 минут мы просто уснем. Потому что большое выделение жира и углеводов в кровь способствует чудовищному чувству сонливости. Вот поэтому кусочек сыра рекомендуют съесть на ночь, если не можешь уснуть. Всего 30 граммов, и сон не заставит себя ждать. Содержащийся в продукции триптофан расслабляет нервную систему и снижает тревожность. Кроме того, полезным завтраком диетологи также считают омлет с сыром. Готовьте его на пару, а если жарите, то с минимальным количеством масла. Вместо колбасы и бекона используйте помидоры и грибы. Нужно помнить о том, что белок яйца и белок сыра являются в плане усвояемости очень легкими белками. Они усваиваются практически на 100%, не очень сильно нагружая поджелудочную железу и наши все остальные пищеварительные системы. Поэтому сочетание яйцо-сыр-молоко идеальное. Идеальным блюдом для завтрака мы считаем и сырники, хотя правильнее было бы их назвать творожниками, ведь с сыром их роднит только чистота подделок. Прежде словом «сыр» называли творог, который получали в процессе сквашивания молока и отделения сыворотки. Поэтому и все, что производилось из творога, тоже прозвали сырным. Те же сырники. А в знаменитой пословице «как сыр в масле» речь идет о двух видах переработки молока. Сквашивание и взбивание. Сыр, творог и коровье масло – крестьянские символы жизненного благополучия, сытости и довольства. Любая хозяйка знает, что сырники делаются из творога, яиц и муки. Остальные ингредиенты, указанные на этикетке, лишние. И, конечно, мы должны понимать, что упаковка в 500 граммов не может стоить 70 рублей, потому что творог – достаточно дорожный продукт, поэтому он должен соответствовать себестоимости. И как минимум в три раза должен такой натуральный продукт стоить, если бы он был полезным и, конечно же, вкусным. Так что ориентируйтесь на цену, а лучше готовьте сырники сами. Тот же совет касается и другого сырного продукта – глазированные сырки. Шеф-повар Артём Князев показывает, как просто их сделать. Для этого нам потребуется непосредственно творог, сахарная пудра, жирные сливки, ванилин. Также нам потребуется тёмный шоколад для глазировки сырка. И мы добавим также цедру апельсина. Сначала приготовим начинку. Измельчаем творог до однородной массы, добавляем сливки, сахарную пудру, ванилин и цедру. Раскладываем по формочкам. Теперь осталось убрать эту формочку в морозилку на 45 минут в час, чтобы сырки немножко затвердели, и мы смогли их загрузировать. А в это время растапливаем тёмный шоколад на водяной бане, после чего покрываем им творожную массу. По стоимости наши домашние творожные сырки получились практически в два раза дороже, в отличие от покупного, который в два раза дешевле. Всё просто. Здесь в составе очень много эмулигаторов, ароматизаторов, которых нет в наших сырках. Но от этого они не стали хуже. Они сделаны из качественных ингредиентов, которые мы всегда берём для дома, в которых мы уверены, и которые действительно можно есть самим и давать детям. Сырки у шеф-повара получились в два с лишним раза крупнее магазинных. Но такое нарушение технологий точно понравится вашим детям. Многие воспринимают оливковое масло только в качестве салатной заправки, не более. Но некоторые категории масел отлично подходят для жарки и запекания. Конечно, получается дороже, чем если бы вы использовали подсолнечное масло. Но пользы значительно больше. Оливковое масло «Борхис Классик» – это идеальное сочетание рафинированного и нерафинированного оливковых масел. Вкус мягкий, в меру насыщенный. Отличный вариант, чтобы пожарить, потушить или запечь. Добавьте полезной средиземноморской кухни на ваш стол. И продолжайте смотреть самую полезную программу. Вот что вы увидите далее. Почему сыр мешает заниматься музыкой? Буквально через какое-то непродолжительное время ты чувствуешь, что организм стал тяжелее. Кто вы, месье Рокфор? Я Сергей Борцов, мне 41 год. Год назад я увлекся сырами. Как обычный житель Великого Новгорода стал гуру сырного рациона? Как он худеет на головках Рокфора, когда другие толстеют на кусках Костромского? Что мы должны знать о любимой нарезке голландского, российского и пашихонского? Обладают наркотическим действием, как морфи, и дают нам зависимость, именно наркотическую зависимость. Сыр и вино или сыр и виноград. С чем сочетать полезный продукт, чтобы получить истинное наслаждение без вреда для здоровья и фигуры? Впереди еще много интересного. Когда Сергею Борцову из Великого Новгорода исполнилось 40, он радикально изменил свою жизнь. Занялся спортом, похудел на 20 килограммов, поменял окружение и рацион питания, в основе которого теперь сыр. Конечно, смотрите, в курице порядка 20 грамм белка, в твороге 18, в сое 34, а сыр содержит порядка 30 грамм белка на 100 грамм, при этом обладая очень богатым аминокислотным профилем. Поэтому это один из лидеров по наращиванию мышечной массы. На завтрак у Сергея салат. Три отварных яйца, кофе и швейцарский сыр шестимесячной выдержки. На обед будет паста с пармезаном и курица на гриле. Ужин тоже не обойдется без сыра. В родном городе Сергея называют месье Рокфор, ведь любовь к сыру превратила его в главного эксперта и популяризатора этого продукта. Наравне с куриным яйцом он усваивается порядка на 97%. Поэтому сыр рекомендую есть каждый день. Доза Сергея 100 граммов в день. Он старается ее не превышать, хотя это трудно. Врачи могут смело диагностировать у мужчины легкую форму сырозависимости. Одну из вариаций пищевой наркомании. Казеин, когда расщепляется, все-таки у большинства людей он оставляет некие промежуточные распадающиеся элементы, называемые казеинопиаты. Это промежуточные продукты распада, которые обладают наркотическим действием, как морфий, и дают нам зависимость, именно наркотическую зависимость. Конечно, мы не сядем в тюрьму за употребление, хранение и распространение сыра. Опасность сырного наркотика в другом. У Виктории Ефановой синдром Жиля де ля Туретта. Это тяжелое расстройство нервной системы, которое заставило девушку отказаться от двух самых любимых вещей в жизни – музыки и сыра. Врачи посчитали, что увлечение этим продуктом спровоцировало появление болезни. Как у наркоманов действительно. Сперва становится прям хорошо. Чувствуешь, все вроде полегчало, усталость ушла, ты сыт, доволен, силы организма пополнились. Но буквально через какое-то непродолжительное время ты чувствуешь, что организм стало тяжелее. 37-летняя учительница из Манчестера жить не может без сыра. Кейтлин отказывается даже пробовать еду, в которой нет этого продукта. Тьфу, это ужасно. Я ем сэндвичи с сыром, сырные печенья, картошку в мундире с сыром. Я фанатею от сыра. Это моя самая любимая еда. Кейтлин не одна такая. В медицине подобное маниакальное пристрастие к сыру получило название синдром Рокфора. В чем, собственно, синдром Рокфора, который вызывает быстрое привыкание к сыру? Рокфора – это сыр, имеющий глубокую плесень. Соответственно, за счет этой плесени мы останавливаем процесс брожения на определенном метабе. То есть, таким образом, мы как раз не дображиваем его. И в такой ситуации, скорее всего, козына, вот этих морфинов, козоморфинов, их становится больше. Проще говоря, сыр с плесенью вызывает большее привыкание? Большее привыкание, потому что в нем больше концентрации этих веществ. Я не советую употреблять сыр более одного, два, три кусочка в день. Если мы переедим сыр, во-первых, мы перегрузим свой желудочно-кишечный тракт. Мы можем спровоцировать обострение панкреатита, холецистита за счет того, что сыр – это тот продукт, который тяжело переваривается. И зря вы думаете, что стать сырным наркоманом вам не суждено. Не употребляя сыр по отдельности, вы наверняка его едите с другими блюдами, полуфабрикатами и в виде бутербродов. Где бы я сейчас ни находилась, я бегу, да, вот я бегу на ходу, у меня от встречи в встречи, мне очень надо поесть. Сыр, между прочим, польза. Я, знаете ли, не сухарики, не семечки грызу. Нет, при моем статусе семечки грызть вообще-то как-то так неприлично. Вот я буду есть, у меня сухие руки, я быстренько это поела и, соответственно, засунула себе в сумочку и побежала. То же самое, я сижу работая за компьютером. Таких людей сейчас на работе много, да. Человек взял это, и пока он сидит работает за компьютером, он постоянно закидывает себе это в руки. Изначально идея плавленого сыра была хороша, да. Что такое плавленый сыр? Сыр, который, собственно говоря, просто потерял свой внешний вид, вот просто внешний вид, да, его плавили и превращали вот в плавленые сыры. Состав его никаким образом не менялся. Из чего же сейчас делают плавленый сыр? В идеале из сыра твёрдых и полутвёрдых сортов. Творога, сливочного масла, воды, сливок, сорбатокалия и солеплавителей, которые вызывают больше всего вопросов. Ведь, по сути, это фосфаты, которые вымывают кальций из нашего организма и делают кости и зубы хрупкими. В такие сыры могут быть добавлены, там, эмульгаторы, загустители, консерванты, которые не очень хороши, могут вызывать аллергические реакции. Возникает вопрос, почему при таком обилии ингредиентов плавленый сыр – это всё-таки дешёвый продукт? Да потому что часто он делается из отходов, некондиционных сортов сыра и молочных продуктов, которые не соответствуют ГОСТам или каким-то другим нормам. Получается, что состояние нашего здоровья вновь на совести производителей. Нам остаётся или довериться, или самим научиться выбирать хороший плавленый сыр. А вот отказываться от этого продукта точно не стоит. По просьбе самой полезной программы Марина Черкасова приобрела в магазине два вида колбасного сыра, которые тоже относятся к категории плавленых. Вот небольшая упаковка за 135 рублей и полуторакилограммовый батон за 202 рубля. На этикетке перо сыра длинный состав. Заменитель молочного жира, сыворотка, творог, кукурузный крахмал, уплотнители, хлорид кальция, красители, консерванты. Вот посмотрите, я не успела разрезать, сыр потёк. Вы видите, вот это наличие жидкости говорит о том, что здесь либо растительное масло, либо другой жир, аналог натурального, который входит в состав этого продукта. Даже вот при нарезании, смотрите, он крошится, видите, он отламывается. Пожалуй, это не радость колбасная копчёная, а просто пуд соли, который мы купили за копейки. Но вкуса и пользы, конечно же, от такого продукта не будет. Качественный плавленый сыр – довольно полезный продукт. В нём и фолиевая кислота, и медь, и цинк, и железо, и даже витамины А, В, Д. Правда, и соли многовато. А потому не стоит даже с хорошим сыром пускаться во все тяжкие. Длиннообразец у нас правильный. И составчик его очень хороший. Только натуральные продукты. Смотрите, поверхность какая у него однородная, красивая. Настоящий сыр должен гнуться, потому что он состоит из натурального сырья, что даёт ему возможность сохранять долго форму. Проверить плавленые сыры можно ещё одним нетрадиционным способом. Наш бесстрашный экспериментатор Данила использует для этого дикий огонь. Сальвадор Дали написал свою знаменитую работу «Мягкие часы», вдохновившись вкусом камамбер. А какие из отечественных сыров лучше всего плавятся? А мы сейчас узнаем, какие. А какой у нас ассортимент? У нас есть российский сыр, пашихонский, голландский и костромской. Причём именно эти четыре вида сыра едят 90% россиян. Ну, приступаем. Что делаем? Для контрольного замера времени, которое необходимо для того, чтобы расплавить сыр, у нас есть одинаковые брикетики сырные. Мы выставляем их на сковородку. Главное, чтобы они уверенно стояли в этот момент. Уверенно. Сыры у нас не удержались в вертикальном положении. Пришлось их ронять прямо в сковородку. Но что мы видим? Это у нас сыр. Вот эти остатки. Это сыр голландский. Здесь у нас сыр костромской, пашихонский и российский. Как можешь прокомментировать? Если бы я хотел сделать бутерброд с плавленым сыром, я бы взял голландский или костромской, потому что, как по мне, они растекаются довольно хорошо. А вот сыр российский проявил себя как стойкий парень. Его лучше резать на бутерброды так. Итак, сыр голландский либо костромской для того, чтобы плавить, а сыр российский, чтобы пластиками класть на бутерброд. А пашихонский и туда, и сюда. Универсальный. А какой аромат. Традиция сочетать сыр и вино возникла во Франции в чистой соображении практичности. Раньше сыр продавали вот такими большими головами. Такого сыра хватало надолго, но он очень быстро засыхал и терял свой вкус. И тогда крестьяне придумали в самый центр сырной головы вставлять недопитую бутылку вина. Сыр пропитывался влагой и, соответственно, долго оставался свежим. Вы теперь понимаете, почему к вину подают сырную тарелку? С точки зрения сомелье, сырная тарелка – не лучшее сопровождение для вина. Ведь каждому сорту сыра соответствует свой напиток. Мягкий бри сочетается с легким белым, твердый пармезан – с выдержанным красным. Горгонзоле идет сладкое-красное. Мы принесли самые популярные в России сыры сомелье, чтобы он подобрал к ним винную пару. Российский сыр, такие сыры больше всего подходят к винам фруктовым, белым. Сыр Костромской – наши белые вина и наши игристые вина. Но сам сомелье говорит, если вам лень подбирать вино под сыр, запомните одно простое правило – шампанское подходит ко всему. Сейчас, на самом деле, многие рестораны, следуя вот в этом тренде высокой кухни, стараются предлагать российские сыры, потому что, ну, награду от справочника Мишлен, от гида Мишлен не получить, если у тебя в кухне нету… если твоя кухня не построена на местных продуктах. Наверняка после таких рекомендаций вы захотели сыра и вина. Это нормально, ведь оба эти продукта обладают так называемой опиоидной активностью. Сыр, как вино, вызывает зависимость, поэтому не злоупотребляйте. И это не только Минздрав предупреждает. Для Михаила Булацкова чипсы – не только ежедневная еда, но и работа. Он – представитель компании, торгующей снаками и сладкой газировкой. Его рабочий день – это деловые встречи и бесконечные дорожные пробки. Не пообедать по-человечески, не поужинать. Желудок, слава богу, не болит, печень молчит. Беспокоит лишь накопившаяся усталость и рассеянность. Заметно снизилось внимание, в том числе на дороге. Может быть, он просто болеет. Одной из причин нарушения концентрации внимания, нарушения реакции, могут быть заболевания печени. То есть печень начинает хуже обезвреживать, в частности, аммиак. Аммиак – это опасный токсин, который образуется в организме постоянно. Здоровая печень легко перерабатывает его, а вот больная не справляется. И тогда аммиак накапливается, что негативно сказывается на всём организме в целом и на головном мозге в частности. Вот поэтому появляются рассеянность и хроническая усталость. Предположить наличие аммиака в организме поможет экспресс-тест связи чисел, который можно выполнить, например, в интернете на сайте тестпечени.рф. Всего за 40 секунд необходимо соединить цифры от 1 до 25. Если не успели, возможно, снижена концентрация из-за накопившегося аммиака. Несколько лет назад мы с коллегами начали исследование. Мы взяли пациентов с самыми начальными этапами заболевания печени. Пациентам затем стали давать препарат орнитин аспартат, который в России зарегистрирован как гепомерц. У них уже начиная с первых месяцев приёма существенно снизилась концентрация аммиака в крови. Гепомерц – это немецкий препарат для печени с комплексным действием. Он очищает организм от токсичного аммиака и помогает работе печени. Теперь раз в год Михаил планирует посещать врача-гипотолога, а в промежутках контролировать своё состояние на сайте тестпечени.рф. Теперь мы знаем, что сыр – один из самых подделываемых продуктов на нашем рынке. Так как же защититься от суррогата? Народный ответ – готовить сыр самостоятельно. В интернете много подробных инструкций. Конечно, пармезан вы сами вряд ли сделаете. Всё-таки твёрдый сыр требует особенной технологии, условий и срока выдержки. А вот мягкие сыры – легко, за несколько часов и из минимального количества ингредиентов. Для рецепта сыра нам понадобится 9 литров молока. А если вы берёте молоко из бочки, то есть постерилизованное, нужно иметь при себе хлористый кальций, для того, чтобы сгусток образовался в принципе. Это рецепт брынзы. Нагреваем молоко, вводим сычужный фермент, оставляем на 40 минут. Нарезаем на кубики застывшую массу. И снова нагреваем. Вылавливаем зерно и отбрасываем. Вот прошла ночь. Как вы помните, мы оставили сыр отдыхать на ночь. О! Мы уже видим то, что пузырики пошли. То есть головка будет воздушная с пузыриками. Такая у нас получилась. Рецепт очень несложный. У меня такой сыр, например, получился с первого раза. Субтитры делал DimaTorzok Смотрите нас каждую неделю на РЕН-ТВ. Я Владимир Щеглов. Пусть время у телевизора проходит с пользой. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok